Расширение заповедных зон и ужесточение природоохранного законодательства одни из самых значимых итогов работы русского географического общества. Такое мнение высказал Владимир Путин, который сегодня провел в фундаментальной библиотеке МГУ заседание попечительского совета РГО. Президент вручил награды ученым, а также гранты на новые проекты. Среди них сразу несколько проектов с участием холдинга ВГТРК. О том, какие географические исследования и открытия в этом году важнее всего, Полина Ермолаева. В библиотеке МГУ удивительные концентрации общества, рита бизнеса, науки и политики. И ведь все влюбленные в географию люди. Русское географическое общество это очень сильное и нужное общество. Оно объединило в себе людей, неравнодушных к природе, неравнодушных к нашей стране. Заседание русского географического общества открывает глава его попечительского совета президент Владимир Путин. Многие инициативы общества, начинавшиеся как разовые, рассчитанные на год-два, получают дальнейшее развитие, включают в себя дополнительные направления и, так сказать, обрастают новыми участниками. У нас появились новые нацпарки. Базулукский бор, позырым, земля леопарда. В частности, теперь, что касается ужесточения ответственности, теперь за убийство ряда животных предусмотрено исключительно уголовное наказание. Проекты РГО, это спасение редких животных, амурский тигр, белуха, манул, многочисленные экспедиции, археологические раскопки, не прекращаются в зоне строительства железнодорожной линии Кызыл-Курагина. В прошлом году исследователи отправились по следам фукусимы. Нас, конечно, волновало вот всё то, что связано с возможными выбросами и возможными воздействиями, влиянием на биологию. И прослеживание всей пищевой цепочки, вплоть до, так сказать, попадания на стол к нашим соотечественникам. Продолжается генеральная уборка Арктики. Один из островов архипелага земля Франции Иосифа уже полностью очищен от металлолома. Но сколько работы ещё впереди. И с каждым годом участников проектов РГО становится всё больше. Решляются не только задачи, но и круг участников экспедиции. В Ленинградскую область приедут студенты географического факультета Таврического национального университета имени Вернадского. Крымское отделение РГО в Симферополе и Севастополе ещё только создаются. А участники этого движения, молодые люди, ребята смогут поработать в проектах своих коллег из других регионов Российской Федерации. Русское географическое общество в Крым возвращается. Ещё в царское время его отделения активно работали и изучали богатую природу и культуру Тавриды. Это весеннее заседание Российского географического общества без преувеличения. Это весеннее историческое. Первое. После расширения границ Российской Федерации РГО уже снаряжает экспедицию в Крым и готовится открыть на полуострове сразу несколько отделений. Географы уже работают над новыми картами России. Президенту показывают старую, 16 века. Научная сенсация, реконструкция карты Птолемея. Московия, которая простирается вплоть до Чёрного моря. Древними книгами и картами библиотеку РГО пополняют попечители. Историческая память и то, что связано с нашими великими предками, должно находиться здесь у нас, чтобы новое поколение имело возможность посмотреть, как развивалась наша страна. Попечительский совет президент призывает активнее участвовать в жизни РГО. Помощь нужна не только финансовая, но и личная. Крым – это территория с огромной исторической российской историей и культурой. И, честно говоря, на сегодняшний день у нас ничего конкретного нет. Ну, посмотрим. Владимир Путин сегодня вручает гранты на изучение дикого мира плато Путарана, издание «Атласа» о заселении Арктики. Отдельно президент говорит об уроках географии. Познавательное телепутешествие по России выходит на канале ВГТРК «Моя планета». Он завоевал большую зрительскую популярность и стал одним из самых ярких просветительских телепрограмм, которых, кстати говоря, всё-таки до сих пор не хватает. Убеждён, что познавательные медиа и издательские проекты РГО должны активно использоваться в отечественной системе образования. Стать содержательным, оригинальным дополнением, дополнительным материалом не только для изучения географии, но и для преподавания социологии, истории, культуры, экономики и литературы. Результаты другого фантастического медиа-проекта под названием «Экспедиция» будут видны каждому зрителю канала «Россия». Исключительной красоты кадры, дыхание, захватывающие панорамы, самые труднодоступные места нашей страны оформят наш эфир. Таких визитных карточек ещё не было в истории телевидения. Камчатка и Байкал, Амур и Кольский полуостров, целый телеканал о природе «Живая планета» появятся в семействе ВГТРК этой осенью. А прямо сегодня, во время заседания РГО, там старт вещанию на весь мир канала IQ. «Мы счастливые люди», — сказал в завершении президент. «Сколько открытий ещё только ждут впереди». Полина Ермолаева, Пётр Равнов, Антон Мусикян, Вести.